Привет! Эээ, от Ребуарно! У Акры вышел новый видосян, называется Таинственный, не снятый фильм про Соника против новых версий Каким не стал Соник в кино 1 и 2? Сначала я не понял против чего, но я чуть-чуть прочитал такой против кого А, новых версий, это типа значит будем сравнивать мы сегодня Соник в кино 1 и 2 и версию Соника, которую не сняли, только я не понимаю, каким образом это можно сравнить, если её как бы нету сценарийном, ну типа в сценарийном плане ещё сценарий заслили или что но в любом случае, типа даже если есть вдруг сценарий, где-то в сети валяется, то вряд ли получится полноценно сравнить потому что сценарий, возможно, будет адекватным, но сняли и получилось какую-нибудь говно, такое, по-моему, бывало очень часто Но, прежде чем начать смотреть видосян друзья, не забывайте подписываться на телеграм-канал на Трову, на Яндекс.Зен, на группу ВКонтактике ссылочки все будут в описании, теперь погнали посмотрим ролик, думаю будет что-то интересненькое Поехали! Фильм про Соника, где реальная жизнь медленно убивает синего ежа В смысле, не понял, а, типа от скуки что-ли или чё? Где злодей заменял детей на своих злобных роботов А, подожди, стой, это про то, что он говорит то, что не сняли, да? Где можно было очутиться в компьютерной игре Фильм, которому не позволили появиться на свет Ну, как, потому что звучит как-то очень странно С какого хрена там всё это должно было происходить? Почему? И чем два вышедших фильма о Сонике проигрывают этой потерянной истории? Ничем! Они вышли, и её другой нету Типа, поэтому, как они могут вообще проигрывать? Там уже вторая часть вообще прям классная получилась Мне очень понравилась Первая была хорошая, но она такая детско-лайтовая Вторая как-то, да тоже детская Много крючатиной было детской Но в любом случае, я прям дико кефанул, когда смотрел его Куда мы идём и что мы потеряли? Сегодня мы во всём этом разберёмся Не отходите далеко На месте сидим Мотнём, 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 мотнём Массовый сдреп Дарова Вы заметили, что за последние годы некоторые тенденции в кино изменились? Ммм, нет Например, касательно экранизации игр Каза... А, типа то, что раньше было всё говно, а сейчас экранизация игры более-менее выстреливают Ну, например, да, вот Соник крутым стал Uncharted Мне прям очень понравился Естественно, это не что-то такое великое, шедевральное Но в любом случае, смотрибельное кино мне бы зашло А, что там вообще было? Пикачу Офигенно просто, фильм тоже дико зашёл А это, я так понимаю, D.O.A. Не знаю, я когда смотрел в детстве, я прям, ну, неплохой такой файкинчик Казалось бы, ещё недавно работала ультимативная аксиома То же то, что делают по играм всё равно Фильмы по играм почти всегда проваливаются в прокате Ну, так-то да Просто половину фильмов по играм делал Уми Болл Ха-ха-ха Это прям не мудрено Все его фильмы поражают Ну, по крайней мере, если это не очередная обитель зла Да, по-моему, последние обитель зла тоже проваливались Да и они, ну, типа, последние, будем честны, говно выходили Первые три мне нравились Ну, я сейчас пересматривал недавно все остальные части И последнюю даже первый раз смотрел Даже, наверное, две последних, я не помню И как-то сейчас такой Ну, ладно, окей, вы меры немножко развлекли Но вы всё равно тупые Вспомним Принца Персии А вот Принца Персии, кстати, классный фильм Он провалился, но мне прям тико понравился Или Ассасин Скрит А это говничье полное Казалось бы, дорогостоящие блокбастеры со звёздами в главных ролях Но наверняка их должен ждать успех Ставка не может не сыграть А, нет, обос... Так, подожди, сколько? 240 336 Нифига себе, это оказывается, Ассасин Скрит так ещё больше собрал, чем, ээээ... Принц Персии Но он лютым говнищем вышел, если честно Я его смотрел, мне прям диск вообще не понравился Принц Персии шикарно С радужки Но в последние годы ситуация меняется В том числе благодаря очаровательным компьютерным зверям Например, в 2019 году Пикачу был шикарный Детектив Пикачу стал самой кассовой экранизацией игры Нифига себе, серьёзно? А потом пришло время успеха киношного Соника Вот только заслуживает ли он это? В смысле, конечно, заслуживает, он реально хороший Перед тем, как мы порассуждаем об этом, имеет смысл проанализировать, какого Соника мы потеряли Да Ведь кино о скоростном еже могло быть совсем другим Ну, как раз, конечно, интересно Первоначальный сценарий киношки разрабатывался ещё в 90-х Но сама идея вызывала у начальства волнение Ведь был риск, что кино сможет навредить бренду, а не помочь Ну, а может быть, надо просто было дать писать сценарий тем людям, которые писали сценарий для игр И просто, чтобы все разработчики участвовали нормально в кинопроизводстве Тогда бы нормально всё получилось, не? К примеру, генеральный директор компании Sega America, Том Калинский Лично внёс вклад в отмену возможного фильма о Барби По довольно забавной причине А зато сейчас её снимают Наше беспокойство всегда было связано с актрисой Кто-нибудь сыграл бы её, но как бы она показала себя за пределами фильма? Если она публично напилась бы или принимала наркотики То это навредило бы бренду Барби А, актриса типа напила... Какого хрена? Все понимают прекрасно, что это актриса и она как бы не Барби Она просто актриса, которая играет... Ничего за бред Ладно, по-моему, это очень странно Учитывая, что сейчас всё же снимают фильм про Барби с актрисой Марго Робби То интересно, насколько изменились требования с тех пор Да, как бы... Окей Можно разве что... Она вообще как бы Харли Квинн играла, там в одном фильме полуголая была Нормально, это можно С удовольствием сказать, что ныне владельцев Барби не смущает, что здесь... Вот-вот-вот-вот, аж голые они полуголые Назад Робби не стеснялась раздеваться в кадре С другой стороны, кто не любил раздевать кукол? Возможно, это оскорбительная шутка Я заранее извиняюсь, работаю на опережение Ха-ха-ха-ха-ха, почему оскорбительная? Нормально Кто-то может сказать, что страхи сделать для бренда хуже могут казаться натянутыми Но я напомню, что в тех же 90-х вышло кино про супер-братьев Марио По мотивам, казалось бы, самой популярной... Я, кстати, по-моему, смотрел этот фильм Ну, по крайней мере, что-то мне припоминается в памяти И, ну, обычное такое кинцо Тоже не ААА какой-то проект, да, как про игры говорят Просто фильм категории Б, но он неплохой Обычный И с треском провалилось, да еще и было оплевано и зрителями, и критиками Мне было ок Но, тем не менее, работа над сценарием Соника все продолжалась В центре повествования был 12-летний мальчик Джош, страдающий от неуверенности в себе Пере... Короче, как Соник их знает, понимаешь? Поживающий развод родителей А, там, по-моему, нет, не разводились, не разводились Ну, вы знаете, веселые приключения ежика Соника По сюжету Джош... Ну, надо же что-то сделать, там, не серьезно, а Для доклада в школе должен найти статью о пилоте-испытателе по кличке Соник Который погиб в результате взрыва самолета Пытаясь... Нифига себе, а, что? ...преодолеть скоростные барьеры Для этого он использует компьютер с искусственным интеллектом Который сделал его безработный отец компьютерный гений Что-то как-то уже все запутано, нет? Потому что обычно люди, что создают искусственный интеллект, сидят без работы Надо было на грузчика учиться, не па... Подумал мужик Блин, если ты смог создать искусственный интеллект, тебе любой, блин Любая корпорация возьмет, чтобы ты работал, типа, да, обычно программистом Как бы... Мозги-то там нужны прям очень хорошие Ядно, чувак был не глупый Однако компьютер не распознает имя Соник И для наглядности Джош подключает к компьютеру приставку Sega Saturn Вставленной туда игрой про Соника И происходит некий глюк из... Ой, фу, что за хрень Это значит, оказывается, изначально Соник был игровым персонажем И он прилетел через, типа, из игровой вселенной Ну, не знаю, по-моему, это очень странная идея По крайней мере, мне уже она не очень нравится Возможно, сейчас ряд людей, что меня слушает, испытывает серьезное нарушение логической цепочки Причем тут какой-то пилот Соник и ёж Соник, который из игры Почему это не должно сбивать пацана с толку и ему норм? Скорее... Пацану-то 12 лет, еще его должен быть сбить с толку Прежде всего, это такая отсылка к легенде компании О том, что был когда-то такой пилот во времена аж Второй мировой войны Да ладно, его звали Соник? Я первый раз про это слышу прикольные легенды Который летал так быстро, что его волосы стояли торчком Как они стояли торчком, если он был в кабине Типа там нету ветра И он напоминал ежа И в честь его прозвища и назвали ежа для известной игры Ну, это реально какой-то бред Да, для игры придумывали не только сюжет, но и псевдопредысторию Которая якобы происходила в реальном мире Нет, ну это прикольно То, что предысторию придумывали, но и сама предыстория бред Но в мире Джоша это, судя по всему, соответствует действительности Походу Но вернемся к сценарным событиям Помимо синего ежа в реальный мир попадает злобный доктор Эггман Который говорит следующее Я ждал годы, чтобы вырваться из игрового мира Нифига себе, откуда он знал вообще, что это игровой мир? Каким образом он сломал четвертую стену? После чего улетает на своем корабле в город Соник, конечно же, отправляется ловить Эггмана Но столкновение с реальным миром не проходит для него бесследно Он осознает, что теперь чувствует боль Что люди вокруг боятся его И чем больше... Слушай, а это на самом деле интересно Но лучше бы он, типа, пришел не из игры А вот как в Соник Икс попал из своего мира Типа, или откуда там Типа, не игрового мира А просто из параллельного мира Или его планеты Я не помню, откуда там он появился На нашей земле Вот это было бы, ну, по-моему, хотя бы адекватно А из игры Ну, не было уж и странно, по-моему, как выглядит Больше он находится в настоящем мире Тем слабее он становится У меня даже слезка нежданно выкатилась Помочь ему могут изомруды хаоса Которые теперь заключены в обычных камнях Джош помогает ему их найти И за это Соник делится с ним своей силой Что помогает тому написать курсовую Какая-то странная развязка Что за херня Что вы знаете о мухляже с учёбой Работник же ос... Как это мухляж? Нет, сил ты настоящий Сваивается получше Захватывает парк развлечений И набирает туда хулиганов, которым даёт кибернетические тела Блин, довольно выгодно для самого начала деятельности Так открывают бесплатно для всех детей Но на деле это ловушка, чтобы заменить этих самых детей на роботов Зачем? Работник... Чтобы роботы попали в семьи И как-то их порабощали, что ли? Ну, блин, гений просто Хочешь использовать искусственный интеллект Батя Джоша и Изумруды Хаоса Чтобы оцифровать чудеса света После реализации этой затеи Злодей воссоздает их голографические копии в парке Чтобы завлечь туда побольше людей И заработать денег Бред какой-то, нафига? Бизнес-схема моё почтение Но не тут-то было Герои затягивают работника обратно Ой, это же черепашки Это же черепашки? Обратно в компьютерный мир Но так уж вышло Блин, что-то знакомо Просто вот эта вот херня была Блин, я не помню Друзья, скажите, пожалуйста Откуда... Ну не тут-то было Герои затягивают работника Нет, подожди, нет Это не черепашки Я не помню, откуда это Откуда вот этот кадр? Скажите мне, пожалуйста Я буду вам очень благодарен Ну что-то какой-то, блин, это... Прям... В голове сидит Какая-то ностальгия Буду вам благодарен Обратно в компьютерный мир Но так уж вышло, что туда же попадают и Джош с его семьей Именно в игровом мире и происходит финальная битва с работником В котором, конечно же, побеждают хорошие ребята А, блин, а как иначе-то? Он ведь... Был фильм весь полностью какой-то это Немного неадекватный Дайте хотя бы хорошим ребятам в конце побеги Это портит мои злодейские начинания Все эти приключения сильно сближают героев Но, увы Соник должен остаться в игровом мире Чтобы следить за работником Да и чтобы не сдохнуть И не допустить повторных злодеяний Герои-люди возвращаются домой После чего отец Джоша Просят того спрятать искусственный интеллект Ведь его детище оказалось слишком опас... Спрятать... Отец просит спрятать искусственный интеллект А просто уничтожить его нельзя Почему ты доверяешь, блин, такую ответственную штуку ребенку? Джош обещает больше никогда не использовать его Но в конце на экране монитора Соник подмигивает Джошу Оставляя задел на продолжение Так может быть просто он сломал наконец-то четвертую стену И будет общаться с каждым, блин, геймером Она ведь мне подмигнула Просли глаза, она глядела в мою сторону Не смешите меня, она подмигнула мне Это вас успокоит, ребята? Это я подмигнула... Сплинтеру А кто там был в этом... Как его... В телеке? Эприл, что ли? И как она услышала их вообще? Эта история получила название Соник Чудеса Света Соник захвачь, как... А, подожди... А, вон... Что? Я не вижу, ладно О, 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 в зе ворлд я вижу А первое... Что? Ворлд... О, господи Что же пошло не так? Со стороны начальства была успокоенность касательно самого процесса съемок, где пришлось бы совмещать живых людей и анимацию А, а что здесь такого? Типа, Кролик Роджер Это уже, наверное, к тому моменту был Все же для первой половины девяностых Это был еще крайне трудоемкий А, первой половины? И дорогой процесс Ну и тогда да Не всем, знаете ли, дано снимать Такие шедевры, как Кролик Роджер А попытка повторить успех С такой формулой в виде фильма Крутой мир С треском права... Я даже не знаю, что за крутой мир Первый раз понимал Валивалось в прокате, что тоже не внушало оптимизма Риск был слишком велик К тому же после анализа сценария Операционный... Анализа рта, блин, этого паучка, да? Директор Сеги заявил, что А нафиг вообще нам нужен работник Ну, точнее, он сказал, что противостояние Соника и работника Уже затерто до дыр А, ты хотел придумать его нового И новых персонажей Суть, это на самом деле интересная идея Но мне кажется, если делать первый фильм То явно нужно делать противостояние Именно с Эггманом А потом уже других персонажей злых Можно как-нибудь вводить И надо заменить его на нового Могущественного злодея Для придания свежести С таким требованием Не были согласны сценаристы Считающие, что именно работник Главный враг Соника И не нужно рассеивать внимание Насчет рассеивания внимания Конечно, не понял Но просто сейчас у Соника в комиксах Огромное количество разных врагов Не только же Эггман Но поэтому я думаю Это нормальная идея Но просто именно изначально Нужно было Эггман в это вводить Вероятно, Сега хотели создать Нового врага для своей игры И в том числе Раскрутить его через фильм Продвигая таким образом Будущее игровой серии В результате компания Сега Так и не договорилась С кинокомпанией Мэтро Голден Майер И проект заглох Позже сценарий пытались продать На самом деле вообще не представляю Чтобы Мэтро Голден Майер Снимал Соника Как-то не вяжутся они у меня С какими-то детскими такими фильмами Не безызвестному Дримворксу На тени И проект заглох Позже сценарий пытались продать Не безызвестному Дримворксу На тени хотели тратить Большие деньги за бренд Соника И вся задумка Окончательно канула В небытие В смысле типа не хотели платить права Что-ли за просто типа нейминг Не понял Они сами к ним пришли И попросили еще За бренд мне деньги давать Это по-моему не нормально Или я просто не понял Что он имел ввиду Забавно ведь как по мне К сценарию стоило предъявить Другую претензию Какую? Я вот лично вообще не понял Почему Соник от пребывания В новом мире Испытывает всякие физические трудности Я тоже нихрена не понял Наверное это надо было как-то объяснить Да и в любом случае Вообще зачем это нужно было Прописывать вот такой вот момент А работнику было норм Это потому Кстати да А может потому что человек Потому что Соник Ёж В истории затесались притеснения по виду Ну что ж Как мы теперь знаем В результате фильм про Соника Вышел аж Ооо как милая Спустя 20 с лишним лет И все кому не лень На момент его выхода Сравнивали модель Соника Из трейлера И из фильма Ну выглядит они конечно да Милый Соник Который в финале Круче гораздо Но когда только вышел трейлер Я посмотрел на Соника И такой ну блин Нормально он выглядит Вполне себе Приятненько Да глаза маленькие Когда рот он открывает Отвратительно Но в целом Было более-менее Смотребельно Можно было рот Немножко изменить И было бы норм Но мы в сравнении Пойдем дальше Так Сравним новые фильмы Со старым сценарием Давай Сразу можно сказать Что Соник 2019 года Взял курс На упрощение Всего Ну да Это 100% Потому что фильм Вообще прям Очень детский получился От идеи С выпрыгиванием Из компьютерной игры Отказались Возможно посчитали Что такая задумка С перемещениями Из мультипликационного мира В реальный Уже была затерта Всякими космическими джемами И даже Рокки и Булвинклем А Да ладно Они из игры тоже пришли Хотя стоп Это ведь другое Подход с выходцами Из игры Мог бы казаться Все же более оригинальным Персонажи удивлялись бы Что теперь на экране Нет подсчета очков А в стрессовых ситуациях Ты думаешь Они бы такое Списали в Сонике Очень сильно сомневаюсь Это больше походит Для какой-нибудь пародии Как мне кажется Цех обреченно Ждали бы надпись Игра окончена Но мне кажется Что сценаристы Отказались от этого По другой причине В 90-х Про игрового Соника Знали все Он гремел Из каждого угла И подчеркнуть В сюжете Его игровое происхождение Было какой-то Необходимой гордостью Что ли Ну вполне себе Возможно Но мне кажется Это прям была Очень странная идея По мне Но фильм 2019 года Явно хотел апеллировать К широкой аудитории Где для кого-то 100% Естественно потому что Хотят это денег Побольше заработать Это культовый Игровой персонаж А для кого-то Рандомный компьютерный зверь Из типичного Семейного фильма На самом деле Я даже не знаю Для кого он может быть Рандомным Типичным зверем Потому что Как бы это Соник Вы что Кто не знает Соника Есть такие люди Покажите мне пожалуйста На них пальцы С другой стороны С другой стороны идею того Что Соник в этом мире Чужой Сохранили Просто теперь он пришел Из другого измерения Он не испытывает физическую боль От нашего мира Но страдает морально Ну потому что Как бы все друзья Остались там От одиночества От желания Многое успеть И главное Обрести для себя Лучшего друга Твой лучший друг Притягивает опасности Ты назначил себя Моим лучшим другом Мне кажется Уже Быстро Оба состояния Вполне работают Для легкой драмы Хотя забавно Осознавать Что в старом сценарии Люди по-настоящему Боялись Соника Из-за его внешности Ну а теперь Плак-плак Плак Эй Сюда с детьми нельзя С какими детьми Ты что не видишь Это еж синий Что у него на лице Маска? Просто Наш век Это век косплея Она подумала Он косплеер А ну подумаешь У него просто на лице Маска Видимо это тот же тип Людей Которые не узнают Черепашек-ниндзя Из-за их плачей Ну да Или в киновселенной Марвел Когда кто-нибудь Девает Кепку Очки И все сразу Человек Блин Канкин Конспирологию Да Короче Ну капец Как можно Ведь маскировка Просто великолепная Для людей Которые не умеют Пользоваться глазами Ты что Панк А? Какой нафиг Панк Я черепаха Не знаю Панков Ну а что касается Героя человека Так что Вези-ка меня В Сан-Франциско Вези Мразь Я сказал Я тоже что-то О ней подумал Ты сволочь Это из-за того Что я русская Блядь Что? Это уже новое Что ли Какой-то Вроде бы Это какой-то Новый видос Не тот старый Что ли Какого Круто Что ребенка С затертыми проблемами Развода родителей Поменяли на полицейского С проблемами того Что он не может Реализовать себя В своем маленьком Городишке Вот только то как Сам фильм относится к этой проблеме Меня напрягает В Грин Хиллз Я чувствую себя Скорее нянькой Чем полицейский Я способен на больше Ну так если способен Возьми да пое Чувак Ты как бы Взрослосостоятельная личность Типа есть тачка Сел Взял свою девушку Свалит на И все нормально В Сан-Франциско Я буду Настоящим копом Ты покинешь Грин Хиллз? Тебе это трудно понять Но Грин Хиллз Маленький городок Очень маленький Он совсем не маленький В смысле тебе бы это говорить что ли Ты можешь в любой город прибежать Блин и посмотреть Что где находится Это чудесный городок И ты нужен людям Брось Я прочищаю засор И помогаю завести машину А че это плохо что ли Нормально Типа помогаешь Меня изгнали Из родного дома Твой дом прекрасен А ты его бросаешь Зачем ты это делаешь Причем в начале Можно подумать Что это Соник Несет сомнительные вещи Почему Пока не слышал По-моему Ну нет Он типа говорит Адекватно Но Мужик Я не помню как его зовут Неважно Он просто ноет На пустом месте Типа возьми-то переедет И фильм потом покажет Что он неправ Ведь не стоит Соник не обнять положение Чувака со своей ситуацией Когда контекст Вообще иной Ну это понятно Да На себе конечно не надо Проецировать никогда Потому что в ситуации Всегда разные Ну по-моему Ситуация у Соника Явно будет По-моему Серьезнее В результате А зачем возвращаться Мне кажется Что наш дом здесь Этот исход Типа сиди в своем Мухосранске И даже не пытайся Жить по-другому Кажется мне Крайне сомнительным Согласен полностью Типа Нет Если ты хочешь Себя реализовать Где-то Бери да реализуй Просто не ной И нет Даже такую мысль Можно подать Нормально Есть такой фильм Под названием Клерки 2 Там персонаж По имени Данте Хочет уехать Из города Жениться на девушке Чьи родители Смогут устроить Его на нормальную работу Но его друг Рэндал Осуждает его За такое решение Почему И утверждает Что Данте Просто пытается Быть как все И следовать Шаблонному Представлению Об успехе Ну если честно Это какая-то фигня Нет Я буду стоять Вот здесь И буду продавцом И поменяю Хорошую девушку И хорошую работу Именно на это Я буду лучше Шаблонным Чем вот таким Я типа не говорю Что это плохо Но по-моему Выбор будет очевиден Как бы Это не сделает Его счастливым Почему это Выглядит органичным Потому что Рэндал Давно Ну я вот как обычно Да Водичку попил Называется И все разлил Ну знает Данте Понимает Что тот Даже не любит Невесту А Ну если он Даже ее не любит Тогда это уже Другой конечно же Разговор Я этого не Но при этом Признает Что ко всему прочему Просто боится Остаться без своего друга Думаешь я в моем возрасте Заведу друзей Кто меня возьмет В друзья Ну Здесь я кстати Его прекрасно понимаю Типа новых друзей Завести прям вообще Очень тяжело Все кажется мне идиот И меня ненавижу всех А тут как Жиза Какой-то левый зверь Поясняет взрослому мужику Чтобы тот сидел В своем городе И не выпендривался Хотя полицейский Нормально пояснил Что не может Реализовать свой потенциал В этом захолустье Ну так возьми Абсолютно разные люди Но в любом случае Джим Керри Отыграл конечно круто Но явно Это блин Не Эггман Джим Керри Но в результате Старина Джим В роли этого злодея Лучший элемент фильма Согласен полностью Он был шикарный Да, планы работника Здесь не такие амбициозные Как в сценарии 90-х Это да Да, он просто хочет Поймать Соника Но по сути Пока мы видим только Нет, ну он хочет его поймать Чтобы как раз таки Реализовать какие-то Свои другие планы Типа нифига себе Смотрите сколько К его предысторию Как он становится Все более одержимым Синим ежом И только к концу фильма Начинает походить На известный образ злодея Блин, это кино По-хорошему стоило Назвать работник И еще какие-то там Ребята Не, не надо пожалуйста Так называть Никто бы точно не пошел Тогда уж надо было Называть Джим Керри Какие-то там еще ребята Такиму действительно Не хватает масштаба Масштаба явно не хватает Я как уже сказал Он прям очень такой детский Могли бы сделать Нет, ну не знаю Типа Почему они решили Прям сделать его Реально прям очень детским Как будто бы 6+, Если не 0+, Я не знаю И как бы Это все-таки фильм Про скоростного ежа Можно было бы Экшончика Там побольше Завести разного Разнообразного Иногда можно вообще забыть Что мы смотрим Кино про Соника Периодически на его место По сути можно поставить Любую другую зверюшку Да, кстати Он играл тоже Вот в фильме С компьютерной зверюшкой В фильме мы видим Разнообразные локации Вроде Египта И Великой Китайской Стены Но при этом все ограничивается Буквально одной Пару кадрами Сцены из быстрой погоней Через порталы В итоге перед нами Типичная Роуд-муви Похоже, несмотря на то Что с 90-х Минуло много лет Киношники все еще Предпочитают По возможности Экономить бюджет А, ну естественно Подожди Если есть возможность Сэкономить Естественно Они будут экономить Потому что Не уверены 100% На том Что людям зайдет И они могут срубить С этого бабла Бабла Типа Это и так понятно К счастью Во второй части Ситуация стала лучше Да, там кстати Больше локаций гораздо Пророчество Изумруды хаоса Наклз Гигант Наклз был крутой Робот работника И во всем этом Быстро становится ясно Что персонаж Том не нужен сюжету Ну да Тут согласен В целом Не, он меня вообще Абсолютно не бесил Нормально Так и органично Даже иногда смотрелся Но Я думаю Вполне можно было Оботеть без него Тейлз отрабатывает роль Напарника Соника Вроде бы в начале кино И само это понимает Том со своей женой Отправляются на свадьбу Ее сестры Но все равно Нам показывают Очень много кадров Со свадьбой Ну как я сказал Меня это абсолютно Не бесило Типа нормально И казалось бы Все Но можно о них там Вспомнить Под конец фильма В лучшем случае Но увы Нифига Параллельно Приключением синего еша Нам показывают Подготовку к свадьбе Вот этой женщины Как я не знаю Кто это Да вообще Насрать Скорее всего Даже и не вспомните Из первого фильма Не, ну я Типа тоже Сначала не понял Кто это А потом такой Блин Она же наверное Была в первом фильме Точно Ну и фиг с ней Но я типа Ничего плохого Не увидел В том что нам Иногда показывали То что происходит Там на свадьбе Это полноценная Сюжетная линия Да Ведь все мы Любим ходить На фильмы про Соника Ради полуголых Мужиков Которые обливаются Шампанским И обнимаются Давай давай Ты тоже гачи какой-то Посмотри на них Соника этого не хватает Голых мужиков Шампанского Жаль что только Наше внимание Периодически Переключается На каких-то Зберей Зачем Компьютерных Экзотика Непонятно Не только Сама линия Тупая Ну и люди В ней Тупые То что Люди Тупые Там Это Да Однозначно Вот Том понимает Что перепутал кольцо Через которое Нужно срочно Переместить Соника С обручальным Кольцом Для невесты И нужное Кольцо Находится У новобрачных Вот что Должен в этой Ситуации Сделать Нормальный Человек Подойти Сказать Можно Поменять Например Просто Объяснить Ее Ладно Допустим Он не хочет Грузить Информации О Сонике Ну как бы Нормальный человек Должен Наверное Все таки Объяснить Но Я очень сомневаюсь Что можно Как-то кому-то Объяснить Что прикиньте Чуваки У меня есть Разговаривающий Ёж Синий Ну в чем проблема Сказать У меня Ваше кольцо Которое Наверняка Вам дорого А у вас Фигня Какая-то Давайте Обменяемся Но вместо этого Он Пусть это Кольцо Знаете Я очень Сожалею Взял Чувака Горил Это наверное Должно быть Смешно Но Абсолютно Нет Наверное Происходящее Хоть немного Становится Забавным Когда выясняется Что жених И его гости На деле Были агентами С целью Выловить Соника Да Вот мерзавец Но вся эта линия Зачем-то Продолжается Дальше Ой да Кстати Там их Она была Еще Долгая Особенно Особенно Мне прямо Было кринжово От того Как они пытались Проникнуть Туда Туда Там Внутрь Я не помню В отеле Что ли Какой-то Женихом Строит Планы Мести Но жених Говорит Что его Чувства Настоящие И Блин Зачем Зачем Это вообще Есть В этом Фильме Тоже Не знаю Я говорю Мне типа Не сильно Это бесило Но в любом Случай Я понимаю Что это Очень Лишняя Штука Была Линия С людьми Которая Подчеркивает Выигрышность Линии Соником Наверное Но Соник И так Справляется Например В прекрасной Сцене Где герои Попадают В сибирский Бар Сталкиваются С местными Агрессивными Русскими И Танцевальный Баттл Вот от этого Я кринжевал Прям больше всего Я смотрю Какого хрена Тут так много Клюквы Что такое Пивонка Это Сибирский способ Разрешать споры По-моему Нету такого Способа В Сибири Признайтесь Вы тоже Загуглили Эту самую Пивонку Не Я не загуглил Я просто сидел Какого хрена Тут происходит И очень разочаровались Что такой штуки Не существует Но не считая фамилии Хоккеиста Пивонька И все же Жители Сибири Дайте мне надежду Что такое Возможно Сейчас на пиар Напишутся в комментах Нет, чувак Я тебя расстрою И в этом Веселник 2 Иногда он выдает Цепляющий Безумный юмор А иногда Просто странный юмор Вызывающий Легкую неловкость Чем тебе Намазать Баранку Я ничего тебе не скажу И это Декоративная Баранка Как будто он реально Не мог бы понять Что она декоративная Тебе хоть бы что Я правда Декоративная У тебя пальцы Совсем не чувствую И без этого мужика Тоже можно было Обойтись И не то, что он Меня как-то Сильно напрягает Но у ленты явно Ты не в ту сторону Воюешь Внимание не в ту сторону Мне бы хотелось Быть бы какие-то события Из-за которых Вот эта сцена Была бы более Оправдана Ты нашел друзей Я нашел гораздо больше Папа Папа? Ладно Да, Том из амплуа Друга из первой части Становится Папой Потому что Друзей Я нашел Значит ты уже Мне не друг Ты будешь Батьком Становится для Соника Отцом Лады Но было бы неплохо Чтобы у этих двух Имелось достаточно Общего времени С этим согласен Этого не хватало И чтобы прийти К такому статусу Нет, ну может быть Знаешь почему Так случилось Потому что Они как-то На протяжении Всего фильма Были практически В разных частях Света Может быть Они соскучились И Соник такой Блин Да это уже мне не друг Это мне батю Но нет Том в основном Тусуется на свадьбе И бьет людей Проявляя чудеса Идиотизма Вот а Соника 2 Снимало Два режиссера Один А типа Один снимал про Соника А другой про свадьбу Вполне возможно Очаровательный хаотичный юмор Красочный экшен Дает Джиму Керри Шикарно сыграть Более мультяшного персонажа Чем буквально Анимационные модельки Рядом с ним А другой режиссер Тратит время на героев На которых плевать Будто бы даже ему Скорее всего Так оно и было Но в целом Соник 2 Действительно стал Значительно веселее И эпичнее Первой части Гораздо лучше он стал Но ему явно Есть куда двигаться Ну так третья часть будет Там уже нам покажут Шэдоу Надеюсь покажут еще И Хаоса Тогда будет вообще Мега эпик Ну короче Я жду с нетерпением Третью часть Есть 100% куда растет Я надеюсь В третьей части Треть фильма Не уйдет в этот раз Уже на развод Вот этих прекрасных персонажей Надеюсь на это Блин Да тот старый сценарий Был круче чем Все эти фильмы про Соника Нет Ни разу Я У меня по крайней мере Эти старые Сценария вообще Не понравились Почему-то Нужно понимать Что сценарий Это вещь Которая бесконечно Переписывается Подрезается И упрощается Даже если бы Сонику Чудесам света Дали добро Фильм все равно Бы не вышел В то время В том виде В каком он был Описан Сто процентов Это как я вначале Так сказал То что сценарий Может быть одним А фильм получится Полным галом Но мне сценарий В принципе Не очень разошел В оригинальном сценарии Мы можем срежиссировать Этот фильм Только у себя В голове Это да Ставьте лайк Подписывайтесь Офигенный ролик Как обычно Вышел У Акро Спасибо ему Большое Интересно было Послушать Его мнение По поводу Обоих Соников Фильмов Мне по крайней мере Они очень зашли Вторая часть Так прям Безумно понравилась И интересно было Узнать про Не снятый Фильм По Сонику Я первый раз Про него слышу Ну и в принципе Сценарий У него Прям очень странный Я уже Типа Говорил об этом В ролике Офигенный видос Лайк уже поставил Если вам понравилась Реакция Лайк, подписка, комментарий Не забывайте Прожимать бубенчики Если интересующие Ссылочки в описании С вами я всегда был Реборн Спасибо за просмотр Пока